всем привет сегодня хочу рассказать вас про свою приставку xiaomi бокс 4 китайского производства которая который мы пользуемся с января 2018 года скоро будет три года в очередной раз но обновление прилетает периодически да то есть я даже не помню сколько раз прилетала но сегодня когда я вошел в аккаунт вошел сухи свою приставку посмотреть я открыл приложение которое которым можно управлять умным домом и обратил внимание что она изменилась она периодически конечно изменяется но в общем изменение было два или наверно три посмотрите версия стоит 231 мы видим версию здесь можно переключаться между домами то есть если вы допустим поделились кем-то дом то можете переключать там это будет видно таким образом видно все приборы видны те приборы даже которые вне сети либо какие-то батарейки там сели либо еще по каким-то другим причинам можно ходить по комнатам вот таким образом ой если мы нажимаем на шлюз мы можем включать либо радио включать не видно там синий можно ставить на сигнализацию на она стоит ставить только тогда когда вы не находитесь то есть вы руководите дом который не с вами а вот окно кстати ну я уверен что его поправят и делать сделают шире потому что раньше было более-менее по интере ну почетче если мы заходим в роутер мы видим только название роутера его изображения вот так вот выглядит вай фай розеточка как выглядит удлинитель его можно либо включить либо выключить на самом же деле в приложении мехом мы можем прослеживать его даже трату электроэнергии или как сколько мы истратили лампочка цветная выглядит вот так то есть мы его включить выключить можем изменить холодная либо теплый цвет да то есть цветать цвета не меняет philips лампочка вот так выглядит ой это был это и лайк был philips вот так ну они ничем не отличаются а кара термометр таким образом ми термометр таким так этот термометр уже показывал light лента тоже можем включить можем изменить свет но он здесь не цвет показывает яркость так скажем у нас минимальная яркость не по умолчанию стоит это philips и 14 так вот вайф это наверно зиби розетка вот так выглядит выключатель это розетка кара пульт к сожалению естественно не разворачивается он просто показывается и все что он в работе больше ничего не показывает у датчики то же самое а вот изменилась немножко вот следующее то есть мей уме бокса 4 почему-то он вот таким образом здесь обозначен именно черного цвета хотя на самом деле он белого цвета у него была кнопочка включить но она как-то особо не работала но и вот такие вот датчики так что еще хочу сказать по приставке те приложения которые у меня стоят приложение я даже не могу поставить на другие приставки то есть нами бокс с я не мог поставить вивальди браузер таким образом открывается здесь можно но скорее наверное нужно с помощью мышки им руководить вот так что еще ну smart youtube тв естественно стоит сам обновляется когда в него заходите в очередной раз он вас либо просит обновиться либо нет это я читаю новости это блокнот очень хороший он ставится и на приставках и на на вин на windows и естественно на телефоны ми бокс понятно всем стоит из интересного еще хочу сказать что а вот значит последний раз я у меня заме смарт на есть приборы и мне удалось поставить нормально вот на это на приставку вот это приложение то есть он может переключаться по так он так но для того чтобы входить в каждый прибор там нужно использовать мышь ну то есть уже мышкой мы можем включать это яндекс пульт универсальный который должен сейчас подгрузить те пульты которые в нем стоят ну что то как то не судьба его это один из выключателей тоже как то я не вижу прогрузки раньше было здесь сама кнопка можно было включать выключать и здесь сцены автоматизированные сцены либо нажал получил там так скажем я поставил сюда яндекс диск для того чтобы скриншоты загружались сразу в облако я мог их использовать там где-либо также у меня есть камера другая не сяомишно то есть вот приложение и оси тоже стоит об как-то дефолтно вышел то есть также ну я не пробовал микрофон естественно не работает для того чтобы показать как это будет так что еще интересного ну спид тест смысл обычный спид тест приставка работает не на проводах потому что не ржи 45 нету работает на на новом роутере стоит она и по вай фай роутер сейчас вот как бы понедельник и время там что у нас 1300 вот такая вот сквозь но выше бывает то есть 39 это не придет у нас так вот 44 скорость и загрузки скорость до где там у нас еще хотел на что обратить внимание загружать значит эти прошивки приходят периодически ну как сказать сами то есть вот режим этот джонет это как бы энди интеллигентный что ли какой-то режим то есть прошивки сами ставятся сами все делаются я даже никогда и не не пытаюсь там что-то получать или еще то есть они сами все делать иногда говорю даже доходило до того что заходишь вау сильно изменилась и ничего не понимаешь теперь что еще вот в последней прошивке обратите внимание изменяется цвет также как на этом нами боксе с то есть когда мы находим на наводим на допустим раз красная да что здесь красным все не так ну давайте на на стандартные вот видите да изменился цвет в зеленый наводим на красное цвет меняется наводим на белое тоже цвет меняется наводим на оранжевое на красное на зеленое то есть вот таким образом это то же самое как нами боксе с яндекс браузере мне чем нравится можно доступны и устройство умного дома то есть если вы шагнете мышкой на устройство неплохо вот всем не слушается сегодня если мы нажимаем на устройство то открывается наш аккаунт яндекс дальше мы идем управление устройствами и здесь мы видим все наши устройства которые ну которые по крайней мере поддерживает яндекс мы также их можем включать ну шлюз это просто как лампочка телевизор включать выключать вентилятор включать выключать лампочки там чайник естественно работает только при наличии гэтуэя от редмона либо это телефон с программой либо отдельный гэтуэй но я его не покупал потому что он для меня особо не нужен также розетки здесь есть это разве тоже розетка от кара и есть еще розетка так где вот последняя у нас была кухня спальня вот свет спальни это розетка вообще не себя мишна это земи smart розетка ну и вот ее допустим мы можем включать и она включила свет можно выключать ну либо второй вариант мы просто говорим допустим у нас алиса включи свет спальни алиса выключи свет спальни ну вот таким образом ну в общем только положительные впечатления об этой приставки она у нас стоит как основная в спальне мы смотрим на ней все фильмы мы что-то делаем там я читаю новости записываю что-то в блокнот и так далее там подобное то есть это рабочая приставочка на ней не стоят никакие не игры ничего на ней такого я никогда и не стал может быть что-то пробовал ставить ну так как я не играю особо мне это не нужно было то есть вот такая вот приставка если вам понравилось ставьте лайки если у вас остались вопросы задавайте их я обязательно вам отвечу ну все пока а